И сейчас Ефим Шифрин, гость нашей студии. Здравствуйте, Ефим. Привет. Добрый день. Вот я начну не с театра, а с последней вашей работы, кажется, последней в кино. Это фильм Владимира Мерзоева по пьесе «Морожек и контракт». Вы там сыграли человека, приговорившего себя к смерти, заключившего соответствующий контракт. Ну, потому что он актёр без ролей, потому что одинок, потому что, видимо, чувствует некоторую свою ущерпанность. Вы играли какое-то знакомое вам личное состояние. Вам доводилось впадать вот в такое отчаяние, что уже ничего не надо и впору заключать такой контракт? Ну, в такое, в такое нет. Но впадал. И, знаете, что, в молодости хочется играть всё-всё, что... Чем дальше от тебя, тем лучше. Вот какого-то дядьку с усами, с бородой, лысого, эксцентричного. Что же значит себя играть? Чем старше становишься, тем понимаешь, что ты в людях, совсем на тебя не похожих, находишь себя. Если не внешне, то, во всяком случае, какие-то знакомые, похожие состояния. Это предложение Мерзова свалилось как подарок, потому что я понимал, что... Ну, про что-то такое я думал. Ну, вот, там чуть гаснет популярность, чуть бледнеет там успех. Как это? А ещё возраст. А вот тут что-то заколит, здесь заболит. А как с этим... А когда замаячит там... Ну, вот сейчас не стало Илюша Оленникова, да? Там какое-то время назад... Да, вот оно стреляет, 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 и ты понимаешь, что... Ну, там, ну, не послезавтра. Ну, когда-то же это дыхнёт тебе в затылок, или уж прямо там в лоб. И ты понимаешь, что и драматургия, которая как-то сопряжена с темой смерти, ну, тоже не табу. А чего? И про это надо думать. И поэтому и принял как подарок предложение. И пока, значит, не скомандовали мотор, жил этим. Примерялся. С Володей ведь как? Мы репетировали у меня дома. А я что-то себе там такое нафантазировал в контракте. Потому что, когда в сценарии или в пьесе там обозначен человек в возрасте, ты забываешь, сколько тебе лет, и начинаешь играть в возрасте. Я помню, дальше «Тишина» с Раневской и Плятом. И никак не замахиваясь на эти два великих имени. Но всё-таки Плят, будучи пожилым человеком, всё-таки чуть-чуть доигрывал старика, чего не делала Раневская. И я на первой читке с Мерзоевым тоже там чего-то дал Стариковского. Он сказал, Володь, зачем? Давайте всё, Фима, давай всё это сбросим. Поэтому эти ощущения, которые переживают герои, они не в возрасте только. Тут вот это и одиночество, и это страх невостребованности, и какой-то страх окончания всего. Это ведь дело не только возрастное. И ещё одна важная штука. Помимо страха, есть какое-то, я не знаю, как это другие, сложное, длинное слово, но позиционирование. Вот ты и окружающий, да, вот эта актёрская составляющая, когда ты чуть-чуть себя подаёшь на публике. А что делать с этими внутренними страхами? Куда их девать? Ты говорила, актёр на сцене, он ведь одинок, наверное, очень. Вот публика там, а ты тут одинок и страшно или? Ну, страшно, но как-то не принято об этом говорить. Все хорохорятся. И когда уже там сил хватает только на последний вздох, все признаются в том, что одиноко, в том, что... Сегодня рылся в интернете, там, что-то смотрел всё Илюшины, записи. Мы последние годы мало общались, но были дружны в молодости, много снимались вместе. И бабах, набридая на эту песенку, умирать не хочется. Дал у себя на Фейсбуке её с припиской о том, что... Ну, надо же, какая участь у эстрадника, да, вот в это умца-умца, в любое. Надо поместить то, на что у оперного певца есть выходная ария. У драматического артиста есть своё быть или не быть. А куда с этим умирать не хочется деться эстраднику? В какой формат вписаться? Дают 8 минут 10. Поэтому вы и немного ушли от эстрады, и пытаетесь пробовать себя. Вот мне на это умирать не хочется, на эстраде мало места. Мне надо ещё где-то помирать, потому что... Ну, слава богу, что жизнь эта как-то параллельно шла с театром Виктюка, где перепадали какие-то работы. Слава богу, что появился там Мирзоев, Кончаловский, Гинсбург. А ещё хочу. Мало. Вы, как сказали, если выходить бороться с публикой, ничего не выйдет, её надо любить. Но вот мы говорим опять об этом ощущении, актёр здесь, а публика там. Её же публику трудно любить. Она изменчива, она, честно, не понимает там великие замыслы актёров. Она бывает жестоко. Вам действительно её удается любить? Ну, это не так сложно. Не сложно, да? На самом деле, отчего? Любить же проще, чем ненавидеть, я вас уверяю. Тем более, ты ещё не знаешь, за что тебе ненавидеть. Вот-вот ещё задёрнут занавес. А чего бы не полюбить? Ну, на самом деле, это в тысячу раз легче, приятней, а главное, перспективнее, чем ненависть или априорное ожидание какой-то борьбы за задёрнутым занавесом. Зачем? Я в молодости много раз важничал, предполагал, что вот там по ту сторону рампы сидят те, кого мне придётся. Ни фига подобного. Ничего, там сидят разные люди. И умнее тебя, и глупее тебя, и лучше, и состоятельнее, и хуже. Но персонифицировать их, вот стянуть их надо в человека, или равного тебе, и во всяком случае достойного, и не пытаться с ним разговаривать с высоты какого-то, даже 5-сантиметрового пьедестана. Ну, а всё-таки вы когда чувствовали себя комфортнее, когда чувствовали себя более счастливым, вот когда вы собирались в стадионы, там, не знаю, с вашим хитом Алла Люся, или когда сейчас вы играете совсем для другой публики, вот эти интеллектуальные спектакли Виктюка, Мерзоева? Ну, комфортнее бывает не тогда, когда мало народу или много. Комфортнее бывает, когда ты уверен в том, что ты делаешь, и когда тебя принимают. Если тебя принимает целый стадион, что жаловаться на это? И та, и другая публика, это ваша публика, вы её одинаково можете любить, и публику Аншлага, и публику спектакля Виктюка? А вообще вы затеяли непростой разговор, потому что я готов к нему, но он вряд ли поместится в формат такой недолгой беседы. Вы знаете, что, вот публика Аншлага, публика Виктюка, интеллектуальная публика, я какие-то иллюзии свои насчёт того, что существуют там какие-то разные ниши, я как-то эти иллюзии немножко потерял, потому что эта публика в публику всё время диффундирует, они стекаются и растекаются. Я бывал в каких-то академических компаниях, да, людей, которые никак не были связаны там с какими-то простыми зрелищами, совсем не любителями, и понимал, что в кругу своей компании их юмор опускается до ясного, очевидного, иногда очень грубого. Но это культура вверх и культура низа, они, в общем, свойственно переплетаются. Ничего, никуда бахтин всего прозрениями, открытиями в области там карнавального искусства. Ничего, и в феноменологии смеха это никуда не ушло. А вам как артисту, вам труднее сейчас рассмешить зрителя или, ну, заставить его задуматься, может быть, заплакать, расчувствоваться? Что вам труднее сделать как артисту? А мне всё трудно. Мне уже всё трудно, потому что я хочу всё делать хорошо. Я понимаю, что мне не так уж много отпущено, чтобы позволить себе разбрасываться временем. Я теперь хочу всё делать хорошо. А делать хорошо, это значит делать непросто, это делать трудно, это значит готовиться к тому, что ты... Раньше как? Приехал на концерт, надел костюмчик, быстренько повторил тексты, и ты... А сейчас всё труднее, да? А сейчас я понимаю, что на моих плечах какой-то страшный груз ответственности. Это боязнь оступиться, это боязнь разочаровать, это... Ну как, я не имею на это права уже. У меня там и список послужной, и стаж, и чего-то, и я не могу. Я знаю, что... Я отвечаю за это. Мне не хотелось бы получать не то, что тройки, я четвёрки теперь уже не хочу получать. А смех как-то меняется, вот природа смеха меняется, или люди смеются одинаково на тем же, там, что в времена, там, Аракина, Чеплина, Ристофа... С фараоновых времён, не застал фараоновых времён, но... Смеются одинаково на тем же, да? Ну, уверен, что одинаково, ну, а почему бы... Меняется... Меняется чего? Ничего не меняется. Меняется словарь, конечно, меняется там. Меняется, там, какие-то персонажи, старые анекдоты перелицовываются, и... Но природа смеха остаётся так же, да? А чего может быть? Вот, вот, там, человек, вот шёл-шёл там Чаплин, там, увидел богача, совершил над ним какую-то там проделку нехитрую. Что по-прежнему смешны эти люди, не герои. Маленький человек и большой мир. Вот в этом соприкосновении рождается... Ну, все-все те же схемы остались. ...в другом сейчас. Вы не раз рассказывали о своём колымском детстве, и отец ваш репрессированный, польский, да, шпион? Польский, да, наверное, польский. И вам довелось родиться на Магадане, но уже в год его реабилитации. Вы в книге «Течёт река лет», и вы пишете, что вам важно восстановить детские воспоминания о родителях, потому что это единственное, что греет, и потому что они ускользают. Я вас очень хорошо в этом смысле понимаю, но вот какое самое-самое такое вот колымское воспоминание у вас греет детское? Вы сказали, греет, а у меня актёрская бабах сразу почему-то вспомнилась зимнее солнышко колымское. Вы знаете, вот много лет живя в Москве, я никогда не замечал солнечной зимней погоды. Всё время какое-то, там говорят, Петербург, да, давит свои, а я в Москве, собственно, не вижу ясных дней, так редко... А вот всё, что связано с колымской зимой, почему-то всё при солнечном освещении, всё, ни никакого мрака, ни никакого ужаса перед зимой, да, она не грязная, она белоснежная. Потрясающий пейзаж совершенно, ну, вообще перед глазами, потому что окна нашего дома выходили, собственно, на сопки. Это всё, что я видел перед собой. Домики-домики, а потом сопки, гряда сопок и закон, мне кажется, как-то очень сформировало моё отношение к Колыме. Я её, ну, понятно, там, в возрасте, я её не воспринимаю как... А отец рассказывал вам что-то о своём лагерном опыте или, как многие из переживших, он об этом умалчивал и не любил об этом говорить? Ну, когда мы были маленькими, мы мало что знали про это. Собственно, колымские дети, это все дети, да, в основном, репрессированные. С одинаковой судьбой. Да, с одинаковой судьбой, и... Ну, детских воспоминаний у меня на этот счёт нет. А когда мы были подростками, да, и когда папа вытягивал эту антенну из транзисторного приёмника, чтобы слушать... Вражеские голоса, что ли? Вражеские голоса, да. Ну что, то есть он, пережив этот лагерь, он не боится слушать вражеские голоса потом, да? Ну, и вокруг этой антенны волны уже другие ходили. Появлялись вопросы, мы с братом уже... Нам уже было интересно многое, и... Слава Богу, что мы с братом папу убедились что-то записать. Потому что он ушёл, оставив нам книжку колымских воспоминаний, потом её издали сначала в Белоруссии, а потом в Латвии. И эта книжка, конечно, документ, и... Очень важна для вас. Да, для меня очень важна. Я каждый раз листаю, я понимаю, что это мой отец, я понимаю, что... И я каждый раз не могу удержаться от какого-то потрясения. Каждый раз я как-то заново прочитываю, и мне больно, больно, как будто меня отхлёстывает. Каждый раз, когда я читаю эти самые страшные страницы. А вы поняли, вот я когда думаю об этом поколении, я удивляюсь, как им, пережившим всё вот это, удалось сохранить себе какое-то жизнелюбие, жизнестойкость. Вы, вот, думая о своём отце, понимаете, откуда в них были эти силы? Всё это пережить, и потом дальше как-то жить. И папа, и его сестра, близнецы, прожили очень долгую жизнь. Папа не стал 85, а его сестры, которая тоже отсидела в Карлаге, и даже больше, чем отец по какой-то там ошибке, уже послевоенной, она прожила 96 лет. Я вас уверяю, что они не слышали слова фитнес, слова рациональное питание. Я боюсь, что даже в их словаре не было слова брокколи, и аминокислоты, и полезные витамины, и биодобавки, ничего. Я думаю, что эта долгая жизнь определялась совсем не предписаниями здорового образа жизни, они мало что об этом знали. Здоровый образ жизни заключался в здоровом образе мыслей. А это и есть долголетие. Потому что весь жесткий диск был заполнен одной программой. Вырастить, поставить на ноги детей, никому не причинить боли, потом поставить на ноги внуков. Эта программа дает долголетие. Эта программа надолго, да. Да. А вы сегодня, вот вы следите за происходящим в стране сегодня? Вам предлагали там сниматься в роликах Единой России? Или наоборот выступить на Болотной площади? Вы следите за этим? У меня в моих эстрадных этих придурках заложен какой-то месседж тем, кто никогда не рискнет ко мне обратиться. С каким из этих двух предложений? Сняться в ролике или выступить на Болотной? Да нет, ну я как-то всей своей судьбой демонстрирую то, что мне важно заниматься своим делом. Когда уж совсем ко мне впритык с этим вечным, с кем вы мастера культуры, ну с культурой я. Это понятно, что я такой банальный и в общем лукавый ответ. Но я очень-очень осторожен по поводу любого радикализма. Там, не знаю, меня даже благородный протест все равно настораживает, потому что я не могу отрешиться от опыта прочитанного. Я, слово ломка для меня, для меня пугающее слово. Там, а, ну что же, плыть по течению. Ну слушайте, но чтобы совладать с течением, надо немножко понимать, к какому берегу ты пристанешь. Ведь берег, на котором начинается все сначала, ничем не лучше берега, на котором можно что-то подремонтировать. Да, у нас что-то все время так и получается. Ну, ну, совсем не лучше. Я не люблю крайность. У меня нет никаких иллюзий насчет революционных преобразований. Меня, меня, ничто, ни один революционный лозунг не увлечет. Я не хочу великих потрясений. А вот там еще, вот ваш герой в этом фильме «Контракт», он говорит, что я расстался со всеми иллюзиями относительно себя и относительно мира. Вы еще с какими иллюзиями, к своими 56-ти, да, годами? Еще с какими иллюзиями и относительно себя, и относительно мира расстались? Ну, я расстался с иллюзией, что в моей профессии может быть феномен Золушки, да? Этого не бывает. Ко мне уже никто на улице не подойдет и не предложит. Мальчик, вы хотите сниматься в кино? Я расстался с иллюзией, что вообще можно что-то просто сделать в моей профессии. Но с одной иллюзией я не могу расстаться. Я по-прежнему верю людям и не знаю, что может разрушить во мне эту иллюзию. И каждый раз я попадаюсь на крючок этой своей иллюзии, и каждый раз мне не хочется в этом разочаровываться. Вот вы вечером выйдете играть в спектакль «Путаны», и там есть фразы «Я родился старым, но мне потом, к счастью, удалось помолодеть», да? Опять же, вы понимаете, как этого добиться, как это так? Это тоже не фитнес, совершенно не фитнес. Это сознание того, что ты не занял чужое место. Оно очень много прибавляет. Оно прибавляет... Когда начинаешь покушаться на чужое место, да, кого-то выселять, выживать, сражаться за то место, которое тебе кажется твоим, ну всё, эта жизнь превращается в истерику и в борьбу. А когда вдруг ты понимаешь, что на том пятачке, на котором тебе знакомо всё, и ты буквально знаешь в нём, буквально распоряжаешься каждой мелочью на каждой полочке, и когда никто не покушается на это место, ты понимаешь, что, может быть, и жизнь твоя сложилась счастлива, потому что ты ни у кого ничего не отнял, и у тебя никто ничего не отнял. Жиль, я желаю вам сохранить это ощущение, что я на своём месте. Да, спасибо. Спасибо вам за то, что были у нас сегодня. И с гостем со своим я прощаюсь, но программу продолжаем.